Продолжение следует... И посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Вот в этом правиле заключено два основных очень важных момента. Во-первых, не лгать друг другу, но еще и правду говорить. Очень часто происходит, мы не лжем, но и правду не говорим. Ну, тот же самый характерный пример, который приводился с Авраумом. Привел он свою семью к фараону. Он соврал или нет, что это его сестра? Нет, он не соврал, но и правду не сказал. И как, наверное, вот это... Но он соврал, говорит, она не жена. Но он не говорит, что не жена. Он сказал, что он просто сестра. Он не сказал, что она жена. Да, он не сказал, что он промолчал. То есть, в любом случае, первое правило нарушено? Я, наверное, вечером ходил под октами этого дворца фараона и говорил, «О, какой я замечательный муж, а? С кем сейчас у меня жена там спит? Ой, я молодец! Под фараона жену подложил. И Сара была, наверное, счастлива. А Сара была как счастлива. Под кого меня муж подложил? Не просто под кого, а? Да, не просто под кого попал на улицу под фараона. А фараон вообще при чем тут оказался? Что, бог даже у скотины закрыл чрево, никто не мог рожать. Потому что почему-то очень часто многие думают, что это было одну-две ночи. А ведь это был достаточно долгий период, чтобы все люди видели, что никто не беременеет, будем так говорить. Ни скотин не ездят плода, ни женщины. Никто не может. Никто. То есть это было достаточно долгий промежуток периода. Может быть, даже год это проходило? Сколько она там жила в дворце? Представляете? И в какую ситуацию риска вообще Авраам поместил даже Божье обетование? Многие это расценивают, как это знает, какая-нибудь была вера. Мы считаем, вернуть вообще ни при чем. Хорошо, Господь вмешался в это, да? Он верен своему слову, а Авраам как раз. А наоборот, страх и недоверие. Страх и недоверие, конечно, понимаете? Итак, отвергните ложь и говорите истину. Второе правило, 26 стих. Гневаясь, не согрешайте. И Бог здесь специально уделяет внимание вот именно этой эмоции. Потому что единственная эмоция человеческая, которой мы причиняем болью. В принципе, гнев это нормальная эмоция. Бог тоже гневался. То есть естественная. Естественная эмоция. Единственное вот отличие, что Бог в гневе нас любит. А мы когда гневаемся друг на другу? Мы применяем смертельное оружие. Куда только любовь уходит, да? Что только мы можем другу в гневе не наговорить. Потом стыдно. Ну не в состоянии как-то вот человека одновременно. В гневе и вот... Что из тебя делать? У тебя мать в психушке сидела? А ты вообще молча. Отец алкоголик. Все мозги пропил. У тебя не меньше, чем сушеная рыба, да? Ну то есть вот эти вещи, они как-то сразу вот слетают с языка. Это смертельное оружие. Ведь если в радости человек слишком сильно радуется. Ну ходит, себя целует, обнимает. Никому вреда не причиняет, правда? Ну по-моему, что... А вот в гневе, в гневе действительно можно натворить много-много дел. Третье правило. Солнце да не зайдет в огневе вашем. Решайте конфликты как можно быстрее. Сегодня же. Лучше, может быть, даже спать не ложиться. Знаете почему? Потому что 27 стих говорит. Ибо не давайте место дьяволу. Кто начинает ночью работать в сердце, если конфликт не решен? Сатана. Был маленький конфликт, какая-то маленькая проблема, которую можно было обговорить 5-10 минут, но мы ее не обговорили, не решили эту проблему, легли спать, и сатана начинает. А вот какая она? Вот ты с ней говорила об этом, она нарочно так поступает. Ты ее простил позавчера, она опять то же самое делает. Она это над злом. И не друг он не вовсе, а враг самый натуральный. Причем не просто враг, а вражина целая. И вот то, что можно было обговорить за 10 минут, представляете? К утру превращается... Или наоборот. Был вот такой конфликт, который нужно было решить. Обязательно. Потому что это очень серьезные проблемы в отношениях мужа и жены. А вот не решили, легли спать, и сатана начинает. Слушай, а из-за чего поссорились-то? Вот из-за этой ерунды? Слушай, ну вы муж и жена. Ну вы любили друг друга. Куда это все? Там заведут христиан. Слушай, встань и скажи, ладно, все, забыли, прости. Все, все. А конфликт не решен. И потом в подобной ситуации возникнет вот этот глупый, который вы не обговорили, в двойном размере. Уханец вверху. Уханец. 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 То есть не нужно. Ни в коем случае не допускайте отсрочивания решения ковли. 15-й странице, 4-й правило. Это 29-й стих. Кто крал, впредь не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. И Павел здесь пишет не только, что если ты раньше плохо поступал, теперь больше так не делай. Он идет дальше. Теперь еще и полезное делай, доброе. То есть если ты подходишь к решению какого-то конфликта и понимаешь, его надо решить, и это нужно сделать сейчас, не просто обвиняй. Говорю, больше так давай делать не будем. А что мы будем дальше делать? Предлагай конструктивное решение. Давай договоримся в следующий раз. Вот так-то и так-то поступать. То-то и то-то делать. Но кто как не может, знает, что может работать относительно жены. То есть обязательно думайте, какое конструктивное решение вы можете принять в той или иной ситуации. Следующее правило, это 29-й стих. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания верим. Знаете, есть такие гнилые слова. Вечно, постоянно. Мы никогда с тобой никуда не ходим. Всегда ты у меня опаздываешь. Вот слова «всегда», «вечно», «постоянно» – это как, знаете, гнилые яблоки. Вот снаружи вроде ничего, нормальное яблоко, а распустило оно внутри коричневое, червивое, есть противно. И вот такие же слова. Никогда мы с тобой никуда не ходим. Хорошо, вот я пойду выбрасывать мусор и возьму тебя с собой. Что с тобой, то получено в ответ, да? Вообще, я сегодня говорю, что вот эти слова «всегда», «вечь», «никогда» – они должны работать только в отношении положительных чек, положительных сторон в вашей семье. Например, «мой муж никогда меня не обманывает». Ну, а про себя может быть подумать. Ну, иногда, конечно, бывает, но это… – Исключение. – Это исключение. А к чему? – Она не знает. – Да. Или «мой муж всегда внимательный ко мне и нежен». Ну, да, конечно, бывает, но у меня такие всплески. Про себя, конечно. – Моя жена всегда выглядит прекрасно и всегда ухоженно и ласково и нежно. – То есть, понимаете, вот эти вот вещи, как бы, они должны быть только положительными. – Только положительными. – Тогда они не гнилые. Если они в отрицательных чертах, это гнилые слова. Дальше. – Следующее правило, шестое, вторая часть 29 стиха. А только добрая для наседания верит, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Не выносите ссоры с избы, не показывайте вот свои чувства и эмоции. Посмотрите, на ком я жена. Вот такой крест я несу. Ну, что делать? Бог терпел и нам велел. Вообще глупо называть Божье прекрасное творение крестом, которое надо мучиться, нести. – Вообще трудно представить себе, когда Дадам, например, вот Бог ему Еву ведет и говорит, Дадам, хорошо тебе было одному, да? Вот тебе крест. – Поноси. – А Еве сообщает, Ев, знаешь, что я тебе создал? Вот, чтобы ты вот этот крест на себе всю жизнь таскал. – Вырабатывай долготерпение. – Ну, как-то вот не рисуется вот такая картина, правда? А мы почему-то сидим вокруг себя такие вещи прям видим сплошь и рядом. Вот насчет не выносить ссоры с избы. Ну, про Марину с Николаем уже рассказывали, что вот у них получилось вынести, но вот они и при всех показали, что это, в принципе, конфликт решен. То есть они решили. – То есть если вдруг у вас произошел конфликт на людях, покажите, что вы нормальные люди и решайте конфликты. – То есть обязательно нужно показать и явить людям свое прощение и восстановление отношений. – Ну вот еще вот… – Может быть даже подойти и сказать, что у вас все нормально. – Не выносите ссоры с избы. Знаете, очень часто, что мы наблюдаем в церквях, вот этот вот вынос ссоры с избы облекается в такую красивую оболочку молитвенной просьбой. Когда все в церкви в курсе, вы знаете, какой у меня муж? Все этими подробностями – вся церковь в курсе. Вообще вся. – Ну вот эти сплетни облекаются в такую оболочку. – Я знаю, почему вырослась. – Молитесь за него. – Да, давайте молиться за него. – Я знаю, сила молитвы большая. Вот помолитесь всей церкви. – Нет, нужно молиться за человека, за семью. Но, во-первых, это может быть… – Определенный круг людей. – Знать все детали должен определенный круг людей. – Может быть, и не нужно знать все детали. – Причем и не все детали он должен знать, потому что есть интимные подробности, которые касаются только двоих. – Если вы выносите на большое, скажем, на церковное собрание, тем более деталей быть не должно. То есть, вы знаете, мы каждый раз так говорим, прежде чем вы вносите молитвенную просьбу на всеобщее обозрение, представьте себе, что сейчас вот ваш супруг, о котором вы просите молиться, слышит, что вы про него говорите. – Ему это понравится или нет? – Как бы он это услышит? Если он услышит как вашу заботу о нем и любовь, да? Это хорошая молитвенная просьба. Если же вы знаете, что вот если он услышит, и он вас вечером так… – Если бы то же самое про вас вы сказали на всех, вы бы это приняли или вам это не понравится? – То есть, вот это правило, с другими обращайтесь так, как хотели бы, чтобы с вами обращались, оно здесь четко должно работать, чтобы не было сплетен, облеченных в эту вот оболочку молитвенной просьбы. И вообще мы все время вот призываем вот с пасторов и служителей, такие просьбы стараются как-то вот отсекать и объяснять людям. – Если такие есть записки, то прочитать просто… – Не надо вот это вот… – Общие такие. Ну вот есть проблемы в такой-то семье, просили молиться за супругу. – Там, а потом можно даже подойти и сказать вот такой сестре или такому брату. – Что не стоит так делать. – Потому что если они писали записки, то есть на мере они то же самое говорят и в слух по церкви. И это совершенно… – А то однажды мужчина пришел в церковь, к нему подбежала тут же бабушка и говорит, «А, ты тот самый подлец, который вот так-то и так-то себя с женой вел. Ты исправился, мы за тебя молились». – Три года молитвы. – Он развернулся и ушел. – Ну, понимаете, можно, конечно, сказать, это он такой недуховный. Вот, да, вот ему надо было принять это с благодарностью, с покаянием. – Что за него молились? – Ну, это все равно, это не светлый облик церкви, который вот культивируется с плиткой. То есть вот эти вещи, как надо для себя тоже прояснять. Дальше седьмое. – И последнее правило, наверное, самое сложное. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой, пусть будут удалены от вас. Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог у Христия простил вас. – Ну, вот это вот самое сложное правило, наверное, седьмое, и мы его вынесли специально в отдельную лекцию. И когда мы проводим семинар, это у нас отдельная лекция. – И она называется «Прощение». – На следующей странице, на семнадцатом. – Вот на следующей странице, откройте ее, пожалуйста. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok